Привет, студент! 2016-й подходит к концу, а самые яркие, запоминающиеся и интересные новости студенческой жизни только начинаются. Ты смотришь Универньюз. С тобой Петрова Дарья. Смотри сегодня в выпуске. Наши врачи снова на высоте. Университетская клиника Казань получила сертификат качества. Информация, ценный ресурс. Ученые хранят память в карманах. Буквально недавно завершилось последнее в этом году заседание ученого совета Казанского федерального университета. Открывая встречу, ректор КФУ Ильшат Гафуров обратил внимание, что в 2017 году в университете произойдут некоторые значительные изменения, требующие внимания и обсуждения. При этом приятно отметить, что эти изменения носят в основном позитивный характер. Все подробности прошедшего заседания мы расскажем в нашем следующем выпуске. А сейчас продолжаем. Поговорим об итогах уходящего года. Тем более, что врачам Казанского университета действительно есть что рассказать. И показать, как врачи КФУ добивались настоящего признания, расскажет Аделя Шамилова. В течение года многопрофильный медицинский комплекс «Университетская клиника Казань» стал настоящим больничным городком, в котором размещены поликлиника, стоматология, стационар и еще многое другое. В структуру лечебно-диагностического комплекса входят 13 клинических отделений. В университетской клинике Казань стали применять самые современные технологии, методы диагностики и лечения, многие из которых были внедрены именно здесь. Безусловно, все это не могло остаться незамеченным. И в стенах медицинского комплекса КФУ состоялось торжественное вручение сертификата системы менеджмента качества. На мероприятие по передаче документа главному врачу Абашеву Альмиру приехал почетный доктор, сотрудник Кренфилдского университета Дэвид Кэмпбелл. ISO 9001 2015 года версия – это современные требования к устройству системы менеджмента качества в организациях, которые претендуют на аттестацию в данной сфере. И мы поставили для себя задачу 1 января 2016 года провести подготовительные мероприятия во всей больнице, во всей университетской клинике. И успешно пройти сертификат. Система менеджмента качества – это специально разработанная международная система, определяющая порядок управления организацией, направляя ее на достижение стабильно высокого уровня качества производимых услуг. Наличие такого сертификата гарантирует качество и повышает рейтинг организации, а также укрепляет репутацию и повышает шансы на победу в различных конкурсах. Мы идем по пути совершенствования наших процессов внутри учреждения. Безусловно, надо сказать, что не все еще пока процессы охвачены, но они находятся в стадии разработки. И надо сказать, что по ходу совершенствования работы больницы появляются все новые процессы. И мы, соответственно, в любом случае должны наращивать наше понимание. Теперь впереди у университетской клиники действительно грандиозные планы. Работа сотрудников над развитием медицины будет отлично способствовать повышению репутации Казанского университета. Соответственно, мы можем говорить о том, что это достаточно большой объем работы, который проведен с коллективом. Эта сертификация невозможна, если в этот процесс не вовлечен каждый из наших членов, участников процесса. Каждый медицинский работник и не медицинский работник больницы должны осознавать, в какой системе управления качеством мы работаем, делать свой соответствующий вклад, и тем самым добиваться желаемых результатов. Однако на достигнутом университетской клинике Казань точно не остановится. Уже в ближайшее время будет приложено максимум усилий, чтобы клиника Казанского университета стала мощнейшим в стране медицинским центром мирового уровня. Аделя Шемилова, Леонар Довлетьяров, Универньюз. Представьте, в устройстве, которое поместится в вашем кармане, вы сможете хранить миллион любимых фильмов и огромное количество книг со всего мира. В КФУ нашли способ записывать до миллиона гигабайт информации на квадратном дециметре. Смотри подробности в нашем сюжете. Век стремительного развития информационных технологий растет и потребность в емких носителях с большим объемом памяти. Сегодня ученые всего мира ищут новые способы записи и хранения информации. Первые информационные носители появились еще в начале 19 века. Ими были перфокарты. С тех пор изобретено множество различных способов записи и хранения данных. Новым этапом эволюции информационных носителей может стать разработка казанских ученых. Здесь, в лаборатории квантовой оптики, нанофотоники, оптической спектроскопии КФУ разработали инновационный принцип записи информации, который позволит хранить колоссальные объемы данных на небольших устройствах. Мы предложили новый способ чтения оптической информации, используя комбинационное рассеяние света. Он подразумевает увеличение плотности записи информации. Это связано с тем, что мы используем впервые локализованный свет. До этого обычно используют двухфотонное футеросцентное поглощение. Мы в наших исследованиях предложили использовать сжатый свет с помощью оптической наноантенны, где размер пространства масштаба составляет примерно 10 нанометров. В течение двух лет ученые, аспиранты и магистранты КФУ работали над проектом совместно с коллегами из Гарвардского университета и Королевского колледжа Лондона. Теперь, когда исследователи получили фундаментальную разработку, на ее основе планируется создать прототип изделия. И если испытания нового устройства пройдут успешно, оно произведет революцию в мире информационных технологий. Представьте, что в устройстве, которое поместится в вашем кармане, вы сможете хранить миллион любимых фильмов. Если же вы предпочитаете литературу, то на трех таких носителях поместятся все книги, крупнейшие в мире библиотеки Конгресса США. Сегодня дата-центры IT-компании занимают огромной площади. Новые, более вместительные и вместе с тем компактные носители позволят значительно уменьшить хранилище информации. Если мы предлагаем способ, который потенциально может увеличить объем информации не в два, не в три раза, а в десять в шестой, конечно, это вызывает интерес. И, конечно, люди будут думать о том, как это реализовать, потому что сейчас одно дело сделать на установке этот эффект, и другое дело этот эффект повторить, скажем, в каком-то миниатюрном изделии, что сегодня крайне сложно, хотя бы потому, что современная память не должна содержать каких-либо движущих частей. Она должна быть миниатюрной, экономной, дешевой и технологичной. Главный параметр, определяющий емкость информационного носителя, это плотность записи. Если современный жесткий диск записывает примерно 1500 гигабайт информации на одном квадратном дециметре, то в КФУ нашли способ записывать до миллиона гигабайт информации на квадратном дециметре. Разница потрясает воображение. Разработчики пока не загадывают, сколько времени потребуется на производство первого прототипа устройства. Впереди еще много дорогостоящих исследований. Однако многообещающая ноу-хау, разработанная в небольшой лаборатории Казанского университета, уже привлекает внимание ученых по всему миру. О чем расскажет всемирная сеть сегодня, узнаем в нашей традиционной рубрике веб-ньюс. В Татарстане сформировано молодежное правительство. В его состав вошло 23 человека. Имена представителей нового правительства были объявлены на встречу премьер-министра Республики Татарстан Ильдара Халикова с финалистами и победителями республиканского конкурса «Вверх» в Кабмине. В Казани прошла красочная церемония награждения почетными премиями. Спортсменами года в Татарстане стали текфандистка Юлия Мюц и пловец Александр Красных. В Казани прошла благотворительная елка для воспитанников детских домов и детей из неблагополучных семей. Организаторы смогли подарить ребятам атмосферу светлого праздника любви и уюта. В Министерстве культуры Республики Татарстан подвели итоги года кино. Как известно, 2016-й – это год 120-летия первого кинопоказа в России, 80-летия «Союз мультфильма» и 35-летия «Союза кинематографистов Татарстана». Президент Татарстана Рустам Миниханов выложил на своих страницах в социальных сетях фотографии предновогоднего Казанского Кремля. Новый год – пора чудес и волшебных превращений. На Спасской башне Казанского Кремля развернется уникальное световое шоу С помощью формата 3D-маппинг жители и гости города Казани смогут наблюдать удивительные метаморфозы, происходящие с одной из главных башен Древней Крепости. В адрес Казанского федерального университета, его ректора, сотрудников и студентов поступило множество поздравлений с наступающим Новым годом. Послания пришли со всех уголков России и из-за рубежа – от вузов, партнеров, государственных учреждений, коммерческих компаний, а также большой семьей выпускников и друзей нашей «Альма-Матер». Отдельно КФУ поздравил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Представители Елабужского и Набережно-Челнинского филиалов КФУ собрали спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» на предновогодний праздник. Открыл праздничное мероприятие ректор КФУ Ильшат Гафуров и вручил самым талантливым студентам грамоты. Также почетными гостями были директор Набережно-Челнинского института КФУ Махмуд Ганеев и директор Набережно-Челнинского института КФУ Елена Мерзон. Через пару дней наступит главный праздник, который с нетерпением ждут как взрослые, так и дети. Для воспитанников социальных приютов и детских домов Республики Татарстан прошло благотворительное новогоднее представление «Фантастические елки». Яркие горящие глаза и детские улыбки видела наш корреспондент Анна Глазунова. В канун Нового года приятно совершать добрые дела, особенно для детей. Окунуться в атмосферу волшебства и новогоднего чуда сегодня смогли дети из школы-интернат номер 11 и детского дома Привозского района. Благотворительный проект «Я, добротворец» регулярно устраивает такие мероприятия. Сегодня здесь такая атмосфера праздника и добра, что безумно приятно, что есть такие люди, которые готовы помогать. Здесь праздник, радость перед Новым годом. Это безумно приятно, что это 29 число. Вот-вот уже Новый год, и как раз для детей это такой праздник и радость и счастье. 49 детей социальных учреждений погрузились в настоящий мир сказки. Зажгли новогоднюю елочку с Дедом Морозом, поиграли со снеговиком и сказочными эльфами. Здесь очень весело было, разные игры были, все понравилось. Тебе девушка Мороз, или с ней больше, кто больше? Мне они вместе понравились, они хорошие, добрые, энергичные, веселые. А так как площадкой проведения мероприятия стал развлекательный центр «Фан-24», дети смогли воспользоваться любыми аттракционами. Покататься на машинках, сыграть в боулинг, сродиться на меткость в тире и многое другое. Сегодня мы устроили праздник для детей, которые оказались в трудном положении, а также для остальных жителей города Казани. И когда детишки у нас на мероприятии улыбаются, радуются, это самая большая награда для нас. В рамках благотворительной акции «Я Добро Мороз» было собрано 80 новогодних подарков для особенных детишек. Эти подарки ребятам вручили во время новогодней елки. Подарить улыбки и хорошее настроение детям оказалось очень просто. Главное – показать им то волшебство, в которое они так восторженно верят. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем. А веселые зверюшки мой перевернули дом. Анна Голунова, Руслан Вразаев, Универньюз. Вот и все новости на сегодня. Не забывай подвести личные итоги этого года и насладиться его последними деньгами. До встречи!